В библиотеке детства и юношества прошла творческая встреча в память о нашем земляке Константине Бальмонте. Так сложилось, что многие книги поэта отмечают в этом году юбилей. Сборник «Утренняя звезда» из «Арева зорь», например, датировано 1912 годом. Рассказать об этих изданиях подробнее приехали сотрудники музея имени Константина Бальмонта из Шуи. Они говорят, что музей по-прежнему востребован ценителями поэзии. Они приезжают, приезжают и из Вичуги, и из Иваново приезжают, и из нашего шуйского района. Конечно, хотелось бы как можно больше, но к нам едут и из Москвы, и из Петербурга. То есть люди знают далеко за пределами Ивановской области, что в Шуе, на малой родине поэта, есть музей, названный именем Константина Бальмонта. Специалисты отмечают, что стихи поэта любят не только взрослые. Бальмонт, сам того не подозревая, нашел ключ и к детским сердцам. Секрет его музыкальности. У него очень проникновенные, нежные стихи музыкальные. Мне кажется, они простые, интересные для детей. Для взрослых более сложные. Тут уже надо думать, распишлять. К слову сказать, Людмила Морозова – родственница Константина Бальмонта. Ее прадед был родным братом поэта. Узнать что-то новое об одном из лучших символистов прошлого века пришли ветераны и студенты училища культуры. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова. Спасибо. 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 Спасибо.